Всем здравствуйте! Добро пожаловать на канал Навара НК. Сегодня у нас видео из серии, а давайте поболтаем и обсудим. Сегодня предлагаю обсудить вот такую тему. Зависит ли стоимость книг напрямую или косвенно от того, читают ли люди, много ли читают люди и как долго читают люди. Вы знаете, я хотела бы начать с детских книг. Почему-то, мне кажется, возможно, я основываюсь на своем опыте, что детских книг мы покупаем намного больше, чем взрослых. По крайней мере, в какой-то период нашей жизни. И почему мы покупаем так много детских книг? Мне кажется, это связано с тем, что для себя, когда взрослый покупает книгу, он думает, а нужна мне эта книга или не нужна? Буду я ее читать, не буду ли ее читать, дорогая она или нет? Достаточно часто бывает, что детям мы покупаем книги более дорогие, чем для взрослых. Дороговизна детских книг определяется тем, что достаточно часто детские книги бывают в твердом переплете, а от того, какой тип переплета зависит стоимость книги. Детские книги бывают часто цветные, потому что детям, естественно, интересны цветные картинки. И в детских книгах достаточно часто используется мелованная бумага, более плотная, менее плотная, что тоже так же влияет на стоимость. Взрослые книги, если это мы говорим просто о книгах художественных, они обычно печатаются на цветной бумаге, в более бюджетных изданиях на газетной и цветная только обложка, это, соответственно, так же влияет на стоимость. Конечно же, бывают взрослые книги и в твердом переплете, и на мелованной бумаге, и с цветными страницами, если это, допустим, книги какие-то по хобби с указанием каких-то элементов, не знаю чего, например. Либо это кулинарные книги, там тоже иллюстрации, либо это книги, касающиеся искусства, там, где напечатаны предметы искусства. Так вот, возвращаемся к детям. Мне кажется, мы больше покупаем детям, потому что достаточно часто, я думаю, у меня многие родители поймут и думаю, что согласятся. Если вы не согласны, пишите внизу в комментариях, почему вы не согласны. Достаточно часто происходит следующая история. Гуляя по торговому центру, либо по небольшому зданию с магазинами, как правило, ребенок говорит, давай купим там карандашики, купим тетрадку, купим блокнотик, что-нибудь из канцелярских товаров. И в последнее время все канцелярские товары, они объединены с книжными магазинами. И ты волей или не волей попадаешь в книжный магазин, даже если не собирался этого делать. И там начинается, мама купи то, папа купи это, давай вот это, вот это. И если книга стоит в пределах бюджета, который вы можете себе позволить, по разным причинам, допустим, не хотите тратить больше определенной суммы, в принципе не считаете это нужным, то ребенку, чтобы удовлетворить его или ее сиюминутную потребность, вы покупаете книгу, рассуждая о том, что книга это надолго, книга это полезно, книга принесет какие-то знания, книга развлечет вашего ребенка и так далее и тому подобное. А взрослые принимают свои решения о покупке зачастую более взвешенно. Или если речь идет о какой-то спонтанной покупке, как правило, тогда мы покупаем какую-то литературу, почитать на один раз. Ну, допустим, кто-то любит иронический детектив, есть такой жанр, и он имеет право на существование, ничего не вижу в нем зазорного. Либо же кто-то хочет купить просто какой-то небольшой покетбук, к примеру, предстоит длительная поездка, пару часов туда, пару часов обратно, и чтобы не пялиться в телефон, а все-таки почитать, заняться чем-то еще, покупают недорогую книгу с газетными листочками, и таким образом человек проводит время. Другая сторона медали заключается в том, что мы все пользуемся гаджетами, и в метро, либо в транспорте сейчас практически не встретишь человека, который не уткнулся в телефон, либо же в iPad, либо же в читалку. И стоимость электронных книг, электронных изданий, она намного ниже, чем стоимость бумажных изданий, оно и понятно. Один раз записывается электронная версия, и потом спокойно распространяется и продается. А для того, чтобы изготовить бумажную версию, конечно же, необходимо затратить больше усилий. Честно говоря, я не знаю статистику, но мне кажется, вот поделитесь в комментариях, на самом деле очень интересно ваше мнение. И мне кажется, что те люди, которые читают, в принципе читают, находят на это время, либо им очень нравится это занятие, либо же это по работе связано с работой, например, это врачи, которым постоянно нужно повышать квалификацию, они постоянно пользуются справочником, они и так будут читать. Если у человека по какой-то причине нет финансовой возможности, либо человек не считает необходимым тратить деньги на покупку бумажных книг, например, с заботой о природе, и такой человек любит читать, то он покупает электронные версии, которые в разы, ну действительно в разы дешевле, чем бумажные версии. Либо же человек идет в библиотеку и берет книжку там. В современных библиотеках можно найти массу абсолютно разной литературы. Это не только какие-то классические произведения, о которых мы знаем с юных лет, либо нам рассказывали о них родители. Это и современные произведения абсолютно в разных жанрах. В теках также можно найти книги на иностранных языках. Все подвластно было бы желание. А вот те люди, которые не читают, но хотят читать, знаете, у нас вот есть у многих хотелки, у меня тоже есть хотелки похудеть на 10 килограмм, выучить английский язык, что еще там, начать бегать по утрам, заниматься спортом, пить воду по утрам, вот всякие такие истории. Для человека, у которого хотелка чтения, и которую он постоянно там записывает в своей цели на будущий год, то такой человек находит массу отговорок, касающихся того, что «Ой, книжки дорого», «Ой, а в интернет-магазине неизвестно, какого качества привезут», «Ой, ходить в библиотеку эту книжку уже кто-то трогал», ну и так далее и тому подобное. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а как вы считаете, зависит ли стоимость книг, мы говорим сейчас не о каких-то коллекционных изданиях, либо о редких изданиях, либо о изданиях с какой-то особенной полиграфической отделкой. Зависит ли стоимость, скажем так, стандартных книг от того, будут люди читать или нет. Конечно, если речь идет о какой-то семье, в которой много детей, либо которая живет где-то в небольшом городе, и покупка книги за 300, за 500, за 700 рублей для этой семьи является чрезвычайным событием, возможно, они не будут покупать книжки каждый месяц. Но такие люди вполне могут пользоваться библиотекой, либо же обращаться, как это было раньше, к своим друзьям и знакомым взять, почитать книжки. И это тот же самый буккроссинг, только среди знакомых людей, и в этом опять же нет ничего какого-то странного или зазорного. В современном мире вторичное потребление так или иначе очень важно. И вместо того, чтобы купить новую книгу, мы можем использовать старую книгу. Вот, к примеру, в моей библиотеке есть книги, и недавно изданные. И для меня мама купила по моему хобби книжку на барахолке. Она стоила совсем каких-то небольших денег, 150-200 рублей. Она не новая, но вполне в приличном состоянии. И другой человек эту книгу, грубо говоря, выбрасывал, продавал за бесценок. А для меня эта книга ценна теми знаниями, которые были тогда. Это книга, по-моему, то ли 50-х, то ли 60-х годов, и подходом, который был тогда. Конечно, я вот ту конкретную книжку, которую подарила мне мама, которая купила на барахолке, я ей не пользуюсь постоянно. Но время от времени я ее листаю, что-то там для себя нахожу. Точно так же у меня есть книга по моему хобби. Современная, она такая толстая, большая, очень энциклопедическая, очень интересная. Но и эту новую книгу я листаю время от времени, когда у меня возникает какая-то потребность. Я благодарю вас за внимание. Я приглашаю вас в комментарии. Давайте обсудим эту тему. Что вы думаете? Стоит ли покупать книжки, либо же стоит их брать в библиотеках, либо стоит развивать буккроссинг среди ваших знакомых или, может быть, в вашем районе. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем очень много интересной информации. Там я публикую больше информации, чем здесь на ютюбе. Я напоминаю, что три раза в неделю выходит видео, в которых я читаю книжки. Детские книжки, книжки для подростков, для взрослых. А в телеграм-канале я публикую темы, которые можно обсудить с вашим ребенком, с вашей второй половинкой, вообще обсудить всей семьей. Например, одна из таких тем для обсуждения была опубликована недавно. Я ссылку на этот пост в телеграм-канале оставлю ниже. И одна из тем звучала так. А вы знаете, что собака по остатку запаха в доме может определить, через сколько придет ее хозяин. И мы эту тему обсуждали со своей семьей. Для чего собаке необходим такой навык. И, честно говоря, я до того, как искала тему для обсуждения, я об этом не знала. Напишите в комментариях, возможно, у вас есть какие-то темы, которые интересно обсудить со своей семьей, со своим ребенком. Буду рада, если вы напишите темы, на которые вам бы хотелось, чтобы я сняла видео. Буду рада такой обратной связи. Благодарю вас еще раз за внимание. Надеюсь, я немного развлекла вас своим таким болтологическим видео. Прошу подписываться на мой канал. Прошу рекомендовать его тем, кому интересны темы, связанные с книгами. Благодарю еще раз за внимание. До следующего рана.